Вот так воспитываешь дочку, помощницу, а потом приходишь и камень чистишь. Это место на окраине Беслана никто не называет кладбищем. Это город Ангелов. Из 266 могил 186 здесь детские. Фатима Арсоева говорит, что бывает здесь каждую неделю. Каждую неделю 14 лет подряд. Ее дочери за 5 дней до теракта исполнилось 14. Мы говорили, что террористы, кто-то на грузинском языке, я так говорила. А у меня супруг на грузинском очень хорошо разговаривает. Он говорит, я сейчас пройдусь, я сейчас с ними договорюсь, я сейчас свою девочку выведу. И он, значит, рыщет, чтобы в школу зайти, и уже там вот спецназ стоит. Я ему говорю, слушай, оставь, я говорю, умнее нас люди есть. Я говорю, тут вот, я говорю, наших детей же так не оставят. Я до сих пор так жалею, может быть, по-моему, как-то пробрался, что я его остановила. Думали, что, правда, умнее нас люди есть. Грузин среди захватчиков не было. Людей, которые смогли бы спасти всех заложников из Бесланской школы, не было тоже. Неужели Россия такая большая, никто им не смог помочь? Да, мы же говорили, что все будет нормально, что без штурма, без жертв все выпустят их. Владимиру Путину, находившемуся с визитом в Сочи, о захвате школы доложили через полтора часа. От Сочи до Беслана лететь меньше часа. Но из Сочи Путин полетел в Москву, а не в Беслан. Лариса Мамитова была в школе с сыном Намиком. Они выжили. Внезапно откуда-то какая-то стрельба. Я даже подумала, что это как учение. Думаю, да что такое время, среди детей, зачем эти учения нужны были? Через час после захвата боевики искали среди заложников врача. Лариса работает медсестрой. От нее потребовали, чтобы она перевязала боевикам раны. Она в ответ потребовала записку о том, чего хотят захватчики, чтобы вынести ее наружу. Я говорю, ну можно я вынесу записку? Они все знают. Я говорю, ну откуда знают? Здесь закрыта дверь, вы уже заблокировали стульями, столами этими. Давайте я выйду. Да я никуда не уйду, у меня сын здесь. Хорошо, сейчас пойдем со мной. Он меня завел в библиотеку. В библиотеке уже все перерыто, полы эти сняты. Я не знаю, для чего это все снималось. Книги все на полу. Там этажерки, этажерки все свалены в одну сторону. И там полы вскрыты. На столе там тоже беспорядок. Он все это выкинул, говорит, садись. Дал мне листок, дал мне ручку. Пиши. Снятые в библиотеке полы и перегородки сцены актового зала до сих пор не дают матерям Беслана покоя. Они уверены, оружие и взрывчатку в школу завозили заранее, во время летнего ремонта. Официальное следствие этого так и не доказало. Машина боевиков 1 сентября якобы просто и беспрепятственно проехала все посты ДПС. Мы в следственных мероприятиях принимали участие. Мы увидели воочию, что такое расстояние, с такой скоростью, с таким грузом, по такой дороге, эта машина бы не проехала. Мы это увидели. Они не смогли нас убедить в обратном. Потом написали ходатайство в следственную группу, что провели экспертизу в актовом зале под сценой. И когда мы написали это ходатайство 22 февраля, а 23 февраля сцена была подожжена, она сгорела. Путин нам сказал сам, что такой теракт неподготовленный нельзя провести. Владимир Путин в Беслан приехал только после штурма, поздно вечером 3 сентября. Глава ФСБ по Северной Осетии Валерий Андреев через два месяца после захвата школы получил звание генерал-лейтенанта и был переведен в Москву на должность заместителя начальника Академии ФСБ. В марте 2005 года школу номер один города Беслана решат снести. Защищать место самого страшного в истории России теракта придется матерям погибших детей. Технику подогнали даже, то мы прибежали вот сюда буквально возмущенные. Только попробуйте ее тронуть. И в общем-то мы вот в тот раз ее отстояли. Тут были дети. Если они тут выдержали все это, они тут остались, а мы просто не можем смотреть на эти руины, тогда вообще нам грош цена. Всего в Бесланской школе погибли 334 человека. Сколько из них были убиты захватчиками, а сколько погибли в результате штурма, матерям Беслана так никто и не ответил. Официально за захват школы осужден всего один человек. Это единственный выживший террорист Нурпаша Кулаев. Дела против сотрудников милиции, которые не заметили колонну боевиков на пути в Беслан, окончились амнистией. Европейский суд по правам человека присудил жертвам теракта почти 3 миллиона евро. Россия четырежды нарушила право заложников школы номер один на жизнь, решил ЕСПЧ. Российское правительство безуспешно это решение оспаривало. Вокруг спортзала Бесланской школы в 2012 году возвели купол. Сюда люди до сих пор приносят бутылки с водой и лимонадом. Погибшим детям в спортзале три дня не давали пить. Алексей Александров, Никита Борисов, Игорь Дорошенко. Настоящее время. Беслан. Северная Осетия.